Озон Второй по обороту российский универсальный интернет-магазин, ассортимент которого насчитывает 9 миллионов наименований товаров. Больше половины выручки приносит комиссия с маркетплейса. Разные компании продают на Озон свои товары и используют его службу доставки. Компания начала свою работу в качестве интернет-магазина по продаже книг и видеокассет в 1998 году. К концу 2000-го ассортимент Озон значительно расширился, количество ежемесячных заказов выросло до 10 тысяч. В 2004 году Озон начал продавать бытовую электронику и видеотехнику, а в 2012 году – одежду. С 2008 года компания начала финансировать бесплатную доставку заказов в пункты выдачи по всей стране. Пандемия пошла Озон на пользу, продажи компаний выросли на 140%. Но, тем не менее, в 2021 году Озон с каждого заказа получал убыток в 175 рублей, так как направлял большие инвестиции в развитие инфраструктуры, IT и маркетинга. Я думаю, тебе интересно, почему Озон готов терпеть эти убытки. Дело в том, что компания сможет получить серьезное конкурентное преимущество при росте выручки. Расходы на поддержку сайта и рекламу будут делиться на гигантский оборот и незначительно влиять на себестоимость товаров. А теперь обратимся к конкурентным преимуществам компании. У Озон огромная клиентская база – 11 миллионов покупателей и выстроенная инфраструктура. А еще 40% населения России – это 56 миллионов человек – живет в зоне однодневной доставки. У компании есть риски. Первый – ужесточение конкуренции на рынке интернет-торговли. Его лидер Wildberries увеличивает отрыв от Озон по объемам продаж, а на пятки уже наступают Яндекс.Маркет, Сбермаркет и Алибаба. Второй риск – ухудшение операционных показателей. На фоне жесткой конкуренции повышение объема продаж и рост клиентской базы становятся ключевыми факторами развития компании. Поэтому динамика акций Озон напрямую зависит от того, насколько быстро будет развиваться онлайн-торговля в России, какую долю этого рынка сможет занять Озон и получится ли у компании выйти в прибыль.